Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, ежедневный вылог. И как вы думаете, где мы находимся? Называется место Архимед, медицинский центр. Сдавали мы здесь коллективно все тесты сейчас в большой компании. В общем, если вдруг кому-то в Зеленограде нужно тест, вот гемотест, для того, чтобы поехать за границу, ПЦР. ПЦР стоит 2 тысячи рублей с переводом на английский язык. 12-й район, 12.5. Ну и единственный банк, который открыт, Сбербанк, отделение, которое открыто в Зеленограде в празднике до 9-го числа, это корпус 11.06. Здесь же недалеко, потому что нам нужно поменять мелкие-мелкие доллары для того, чтобы оставлять какие-то, можно было, чаевые. Я в этот раз поехала, я прям, ну вот не взяла с собой мелкие деньги никакие, потому что уже привыкла везде рассчитываться картой. Это очень удобно. То есть, как бы деньги вообще, по сути дела, там, я имею в виду наличные, не особенно нужны. Но засада, когда носильщик там чемодан поднес, у вас нет ничего с собой, или там какой-то залог, допустим, нужно оставить, тоже там карточкой вы не оставите. Поэтому пойдем сейчас чисто символическую сумму, какую-нибудь там 100 долларов, поменяем. Поменяем. Мама, твоим выясни пришла, а я хотела сказать, чтобы тоже работали. Но засада еще, знаете, в чем? Что немного тревожно, в том плане, что ты не знаешь, как у тебя пройдет этот тест, чем это все закончится. Но надеюсь, что никакого ложного результата не будет. А то, знаете, ну, как бы говорят, что делают там в течение двух дней. Обещают, что завтра вроде как уже должен быть тест. Потому что все очень строго. Он должен быть не позднее 72 часов. То есть, мы хотели вчера утром сдать, это было бы за три дня. И мы бы, если бы прилетели в Турцию, у нас бы был бы он уже просрочен на три часа. И нам бы, я не знаю тогда, что делать, кстати. Вот кто знает, если у вас тест просрочен, получается. Хорошо, что мы прочитали, что четко не должен превышать этот период тест. И вот решили пойти в Турцию. Так, а мы здесь, наверное, не перейдем через дорогу. Все работы, если кому-то надо. А вообще, в общем, я очень сильно удивлена, что сегодня у нас воскресенье. В воскресенье. Я думала, вообще ни один Сбербанк не будет работать в празднике. А он еще и в воскресенье работает, к тому же. Так что теперь, Ванька, у нас с тобой есть мелкие доллары. Осталось дождаться результата теста. Я говорю, просто засада будет. Он же нужен распечатанный. Если вдруг завтра он будет не готов, а будет готов пятого. А пятого у нас вылет утренний. Вот это будет тогда по Попадалово. Я вообще не знаю, что мы будем делать. Значит, не полетим. Или в аэропорту каким-то образом. А там тоже очереди на сдачу теста. Ну, в общем, надеюсь, что пронесет. Съездили в поликлинику и дико проголодались. Не, на самом деле, шучу, кое-что нужно купить по мелочи в Иридиуме. Я, честно, сейчас думаю, мне нужно еще волосы затонировать. То ли в парикмахерскую куда-то идти, то ли купить сейчас какую-то тонировку. Не знаю. В общем, поэтому приехали в Иридиум. Хотела себе еще помаду Пупа посмотреть в Литуале. Сейчас там должны быть тоже распродажи, потому что после Нового года обычно никому ничего не надо. Так что сейчас вместе с вами зайдем в торговый центр. Ну что, зашли мы в наше Иридиум. Людей здесь праздники не особо много, но внизу, по крайней мере. Ваня, подождите сюда на минуточку. Сейчас хотела сюда зайти. Коугодки посмотреть в коучей доме. Сейчас модно вот такие типа лосин носить вместе с такими этими. Слушайте, я все понимаю. Зачем вот эти кожаные, эти тросы, чтобы колготки не спадали через... Видите, мы мерили в носочках платье. И вот это вот я смотрю, сейчас реально кто-то с носочками, по всей видимости. О, видите, вариант какой. Леггинсы. Это сейчас так... Это носки, да, вот такие вот? Да. Носки, понятно? Будете модными. Ваня мне говорит, что кока-кола был алкогольный напиток сначала, а потом его сделали безалкогольным. А, да подожди, Вань, да, я посмотрю. Я все время вот здесь вот не могу пройти. Просто так мимо. Все вот это вот, знаете, как любимое, сияющее, блестящее. Все время зависаешь возле этих витрин. Хотя, понимаешь, ну, как бы, что ты все равно эти заколки носить, скорее всего, не будешь. Что вы? Я не знаю, но то же к связному. Зачем они тут? Ну, если айфон 12, если... Ваня, не знаю. Вот это очень красивая заколка. Так, пойдем пупу посмотрим, в Литуаль зайдем. Хотела помаду себе посмотреть. Мне понравился обзор. Я думаю, что многие знают. Ося, Оля, в Польше живет. И вот она делала обзор на помады пупой. Мне очень понравился 701 оттенок. Вот хочу посмотреть его. Есть он сейчас здесь или нет? И вообще пупа здесь в Литуале. Есть или нет? Рюкзачки такие. Это детские, Вань, для девочек. Рюкзачки такие. Пупу ищем. Пупа. Пупа, пупа. 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 Фирма Пупа, если она здесь есть. Пока что не вижу. Подождите, Бонприкс. Пока смотрела сережки, обернулась. Ваня нет. Оксана говорит, мы пойдем в Макдональдс. Ну, Ваня со мной вроде рядом стоял. Смотрю, нету рядом. А куда шел? Уже за столом, что ли, сидит? Что-то я не поняла. Ваня у меня шустро. Как только слышит... А Ваня с вами? Как только слышит слово Макдональдс, так все. Ты что мне не сказал, что ты пошел-то? Сегодня мало очень людей в торговом центре. Такое, это небывалая картина, чтобы были свободные столы. Причем их поставили уже далеко друг от друга. То есть много столов убрали. И тем не менее, все равно есть свободные места. Что-то рука дрожит, цацку купила? Ничего я не купила. Это цацка или что? Я ничего не купила ее. Самая большая очередь, как всегда, в Макдональдс. Крошки картошки, николовки и все никого. В Макдональдсе, видите, в теремке никого. Все стоят в Макдональдсе. Первый раз взяла вот такой вот в новом году шоколадный мусс. Замороженный, причем написано шоколадный мусс. Аппетитно выглядит. И я всегда себе беру кофе Глиссе. Моя самая-самая любимая кофе. Юра, ты что, тоже Глиссе взялся? Или сейчас у всех такие стаканчики? А Ваня у нас любитель чая. Что где? Вот он, гамбургер. А я гамбургер заказывала. Покажу вам, сколько людей опять в Макдональдсе прибавилось. Нам все время, нас все ругают за Макдональдс, да. А людей прибывает только исключительно в Макдональдсе. Смотрите. Ваня, Ваня, ну куда ж ты на моей коугольке стал? Ювки-палки, а? Ваня, как всегда, он ничего не видит вокруг. А? Сейчас покажу вам. Юра надо мной смеялся. Говорит, цацки все, цацки. Оксана снимала немножко в цацках. Это купили все эти цацки себе. Ну я такие, простые. Ну почему тебе все время смешно? Ну смотри, какие хорошие. Ну они необычные. А потому что я говорил, что ты не можешь уйти без покупки цацки. И знаете, подписчики пишут, что-то типа мол, все время сейчас будет по-новой, значит. Шопинг, еда, шопинг, еда, шопинг, еда. Не будет, не будет. А Ваня, слушайте, не будет. Не будет. Не будет. Посмотрите на Ваню, в его честные глаза не будет. Ваня, еды не будет или шопинга? Шопинга. Шопинга не будет, господа. Шопинг, я тоже хочу цацки. Будет только еда. С отрестивания чувствовала со своей шапкой. А ты мне ее отдай. Это хорошая. Вот и иди так как-то. Лена, хочешь мне тоже купить цацки? Прошу, иди. Так я сама себе купила. Я хочу быть женщиной. Он мне поухаживал с цацками. Дура, вот ты сейчас такие распродажи в золоте хорошие. Попили мне место чехла. Побежали. Все, вставай, побежали. Побежали за цацками. Давай, давай, давай. Хорошая идея. Сейчас зайдем с Ваней на минуточку в Леонардо. Хотела посмотреть, я здесь такие эти логические игры иногда бывают. В дорогу, чтобы не скучно было с собой взять. Вообще здесь всегда, конечно, такой магазин. У лапушка для паспорта. Где ходишь, рассматриваешь все. Наклейте видео. Так, вон там где-то, Вань, слева, по-моему, были эти игры. Вот в Леонардо очередь. Смотри, линеек сколько много, Вань. Линеечка тебе не нужна? Тетрадки, блокнотики. Сюда, Вань, направо. Где-то там игры вот эти вот логические были. Вот, пластилин, смотри, как много. А, вот коробочки тут тоже эти подарочные всякие. Вот они, игры, да? Посмотрим, что мы хотим. Игры на стуле. Нет. Ну, в самолете лететь будешь? Может быть, шахматы, смотри. Магнитные игры, шахматы, шашки. Могучая игра. Смотреть, добавлять карты на поле, чтобы цвета разными, одинаковые. Не знаю, чуть не поняла, что такое. Так. Для малышей. Что за кошачка? Ну, это потяжелое, да, тащить с собой? Кубики какие-то с кошками. Домашняя коробка. Наверное, для детей. А, это для детей еще. Хотя нет, шесть с плюсом вроде бы. Что возьмем? Игра настольная стиль. Может, с машинами что-то есть? Слепать. Кассиопея, Химера. Ну, ничего такого нет. Все, путешественники, я слышала, что это такая снесложная задача была сдать тест. Ой, я не знаю, нам дали какие-то штрих-кода. Сказали для того, чтобы вот зайти на сайт, там, самостоятельно себе все это дело расправлять. Причем у меня два. Ну, это Юра взял. Мы-то с Ваней первые ушли, пошли доллары менять. Мне причем два дали. А иначе мы бы вообще, да, не забрали бы свой анализ. А то что, Юра? Нет, ну подожди, они же сказали, я не так не могу. Они сказали, на почту пришлют результаты. Ну, зачем нам эти штрих-кода? Дело в том, что если они будут опаздывать с результатами, мало ли, какая причина. И мы полетим в Турцию без этого, а каким образом ты там без интернета покажешь? Подъясняй, слушай внимательно. Заходишь завтра на сайт Гаматекс, заводишь вот это все, и там уже будут готовы результаты. Нет, а если завтра они не готовы, допустим, и мы их не успеваем распечатывать. Дальше что? Еще раз говорю, результаты завтра будут готовы. Мы успеваем распечатать. Держим кулачки, чтобы завтра результаты у нас были готовы. И отрицательные. Чтобы мы все-таки все вместе с вами поехали на отдых. И не отрицательные. Ой, отрицательные. И посмотрите, а прикиньте, если у кого-то будет положительный тест. Ну, вот так вот, ложно положительный. Юра, а как я здесь? Ладно, как вы? Надеемся. Сейчас вам, значит, покажу вам, что я купила Ване в дорогу. Зашла сегодня в пятерочку. Две маски взяла ему, такие детские. Все-таки, думаю, может, полегче будет. Наушники тоже Ване в дорогу какие-то взяла. У нас что-то столько наушников было. Все наушники порастеряли. И вот такие вот совсем малепусенькие рюкзачки. Рюкзаков у меня много. Маленьких таких нет. Почему маленькие? Ваня, не перестань. Потому что сейчас такие какие-то требования. Сейчас, ладно, расскажу. Сейчас только что пришла с парикмахерской. Я не могу с ней. Целый день какой-то весь. Ваня, ну перестань, собирайся. Собирайся. Весь день какой-то сегодня в суете. В общем, не знаю. Когда вот самый первый раз мы летели в Турцию в августе, у нас не забирали ничего в ручную кладь. То есть мы спокойно пролетали с нормальными, с такими большими рюкзаками, в которых там 5 килограмм. Потом следующие мы летели три раза. У нас, у меня даже вот отбирали сумку. Вань, одевайся, пожалуйста. Сумку такую среднюю. И то отобрали, отправили ее в багаж. Сказали, что нельзя. Но я с пакетом летела. Я вот как сейчас помню, летела в Мармарис, что ли, с пакетом. Но вот такие вот малюбусенькие рюкзачки пропускали. А без рюкзака лететь, то есть Ване обязательно, чтобы была какая-то сменная одежда нужна в рюкзаке, потому что ему может быть плохо в самолете, либо еще что-то нужно будет переодеться. Поэтому нужно, чтобы с собой какой-то запас был. Это же кофта. Кофта, да, надевай кофту. Вот, и сейчас хочу вам показать. Вчера я была в... Вань, ты не те только брюки надел. В Глории джинс. Ты все это брюки? Ладно, хорошо, оставайся в этих. Сейчас в Торце, вот на этот период, самая оптимальная одежда – это спортивный костюм. Я уже поняла, что вот еще с прошлого раза, когда мы там с Оксаной были, я не знала, брать с собой шорты или не брать. В итоге взяла, я их просто-напросто туда-сюда обратно скатала, и они мне не понадобились. То есть сейчас шорты я не беру. Самое оптимальное, вот на этот период – это спортивный какой-то теплый костюм, какой-то спортивный легкий костюм. Ну, то есть, знаете, такой есть с утеплением, с флисом, а есть легкие такие костюмы, которые без флиса. То есть нужно взять с собой желательно и тот, и тот. Почему? Потому что днем тепло, днем бывает до 20 градусов, ну, в среднем где-то, наверное, 17-18. Вечером прямо уже прохладно, где-то градусов 13. То есть вот вечером нужен теплый костюм, днем нужен легкий костюм. Ну, соответственно, какие-то джинсы, кофты, то есть, ну, футболки тоже нужны. Ну, а вот шорты, там какие-то там пляжные платья, либо еще что-то – это все вот в зимний период неактуально. Ну, и что меня больше всего поразило вот в этот наш отдых, это то, что все ходили в халатах на территории. То есть, ну, такой отель был богатый, дорогой, и все ходили в халатах кругом. Но нам это понравилось, потому что халат реально тепло, это удобно. Так, Ваня собрался, сейчас покажу вам костюм, но он не совсем правильно. Ну, отойди подальше чуть-чуть. Не совсем его правильно надел, но сейчас. Вот такой вот Ваня я взяла. Ну, правда, он надел эти, не те брюки. Брюки к этому костюму идут вот эти вот. Они такие теплые, утепленные внутри. Да, темно-синий. И это уже на минуточку 152 рост я ему взяла. У него сейчас рост 146, но я беру чуть побольше, чтобы оно такое свободное, оверсайз было, чтобы ему удобно, ничего не сколывало движение. Потому что для самолета это вообще вот самая оптимальная одежда. Не, ну, мама, сейчас она мне большая. Ну, она тебе большевата, но тебе будет в ней тепло, комфортно, ничего нигде давить не будет. То, что многие в самолет, допустим, джинсы там с узкой посадкой одевают, потом мучаются, всю дорогу летят, расстегивают, пугаются. Сколько раз я таких примеров видела. Там кто-то с ремнями, потому что ты сидишь на протяжении трех с половиной часов обычно неподвижно и неудобно. Поэтому вот самый оптимальный вариант, Ваня, ну, что ты скружишься-то весь? Это вот что-то такое. В общем, вот такой костюмчик сейчас стоит в Глории джинс 3000 рублей. Полторы тысячи брюки, полторы тысячи рублей кофта. Ну, я еще раз говорю, что, мне кажется, это самое оптимальное решение в дорогу. В общем, это именно кофта. Да, это именно в кофту. Дашка нас тут сидит провожает. Но нам лететь-то еще через день, опять у нас утренний вылет. Но мне нужно просто сейчас сообразить там, что погладить, что в дорогу взять. Да, я не знаю, не могу никак... Как не могу определиться, знаете, с чем? Вань, переодевайся. Платье. Ну, по идее, там вечером нужны платья, допустим, чтобы пойти в ресторан. А мне, ну, неохота, потому что, ну, тащить вещи вот эти вот с собой. Туда тащишь, обратно тащишь. Ну, в принципе, как бы неделя, это не такой длительный срок. Вещей, с одной стороны, много не надо. С другой стороны, это семь вечеров. Вот у меня вопрос, брать два платья или брать три платья. Вроде бы особо не тянет, но тем не менее, это еще одна лишняя дополнительная вещь. Ладно, это все, конечно, сумбурно, хлопоты. Но эти хлопоты, они делают, знаете, жизнь нашу действительность живее. В общем, сейчас еще нужно множество вещей перегладить. С собой утюг я не беру. Ваня, и когда я лечу с Ваней, нужно, конечно же, брать с собой аптечку. Когда я лечу одна, я с собой беру только энтеросгель и портстамол максимум, ну, там, или пентальген. Все, больше я с собой ничего не беру. С Ваней нужно взять пластырь, салфетки, там, тот же самый энтеросгель, энтерофорил обязательно, бипонтен на всякий случай. В общем, много-много всего. Сейчас, в общем, нужно будет формировать аптечку, чтобы ничего не забыть. А вот одному гораздо проще. То есть, вот я в прошлый раз летела, я вообще... Ваня, перестань, пожалуйста, Дашу не трожь. За час собралась. А сейчас, вот, в общем, нужно много всего держать в голове. Ну, и на этом, собственно говоря, все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И, надеюсь, совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok